На Булатниковский пруд Геннадий вместе с семьей приходит не первый год. Говорит, место чистое, удобно расположено. Опасности заразиться в воде какой-либо инфекции не видит. Ну, вода не сильно грязная здесь. Сейчас просто после дождя, которая все набежала. А сядет нормально. Это единственный, который водоем поблизости. В Ленинском городском округе вы не встретите ни одного водоема, в котором можно было бы купаться. Все они не соответствуют санитарным требованиям. И такая ситуация сохраняется на протяжении нескольких лет. Предупреждающие таблички – купаться запрещено, людей не останавливают. Устоявшаяся в регионе жара буквально провоцирует жителей нарушить правила. Такая стоит жара, что возможно не купаться, это только для дураков. Видите, как много детей купается, как много отдыхающих здесь находится. Здесь просто культурно и спокойно. Таких культурных и спокойных мест в Ленинском округе пять. Силами администрации и предпринимательского сообщества созданы зоны для отдыха у воды. Исключительно на берегу. Одна из них – у Булатниковского пруда. Сюда и приехали представители МЧС. Напоминаю, что на территории городского округа у нас купание запрещено. Можно загорать, отдыхать. Штрафных санкций в Московской области не предусмотрено. К счастью для людей, может быть, к сожалению, для нас. Но, тем не менее, мы с людьми разъяснительную работу проводим. У нас существуют маршруты патрулирования, ездим по водоемам. И каждый раз представители МЧС встречаются с одной и той же картиной. В водоемах плещутся сотни отдыхающих. В связи с этим, помимо профилактических бесед, инспекторы решили раздавать людям памятки о поведении в воде. Если же люди идут на свой страх и риск купаться, то они должны понимать, что дети, которые с ними идут, они несут за них ответственность, несут ответственность за свою жизнь, купаться по своим ощущениям. Если силы их теряют, то они должны выходить на берег. И, соответственно, расписано о том, что нельзя употреблять спиртными напитками. А тем более нельзя купаться в таком состоянии. Купаться или нет – выбор каждого. Но прежде чем войти в воду, лучше подумать, стоит ли игра свеч. Юлия Погостьян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.